Здравствуйте, ребята! Меня зовут Светлана Серафимовна. Сегодня я проведу для вас урок математики. А начать урок мне хотелось бы с высказывания английского философа Роджера Бекона. Тот, кто не знает математики, никогда не сможет узнать другие науки и не сможет познать мир. Действительно, как можно представить такие науки, как физика, химия, биология, география, без числовых вычислений? Ведь во всем нужны числовые подсчеты. Нужны знания. Знания нужны человеку для того, чтобы были умения. И сегодня на уроке мы с вами будем продолжать формировать умения. А вот какие вы сейчас узнаете, заполнив таблицу, решив следующие задания. Эти задания из всероссийских проверочных работ для 4 класса по математике. В этом числовом выражении необходимо найти значение. Обратите внимание, здесь несколько арифметических действий. Надо вспомнить, что первым выполняется действие в скобках, затем по порядку умножения и деления, а после этого уже по порядку сложения вычитания. Успели посчитать? Молодцы! Ответ 19. Присвоим числу 19 букву Е и занесем в нашу таблицу. Продолжаем. Следующее задание из всероссийских проверочных работ содержит в себе не только формулировку вопроса, но и рисунок. Поэтому внимательно слушаем. Рассмотри рисунок и ответь на вопрос, сколько рублей сдачи получит покупатель, расплатившийся за одну конфету и одну плитку шоколада, купюра в 100 рублей. Рассмотрев рисунок, вы увидите, что стоимость конфеты 30 рублей, а стоимость одной плитки шоколада 62 рубля. Конечно, сначала нужно узнать стоимость всей покупки, а затем уже остаток, сколько получит сдачи покупатель. Успели посчитать? Молодцы! Ответ 8. Числу 8 присвоим букву И. И перейдем к следующему заданию. В этом задании вы видите календарь. Календарь на один месяц, на октябрь 2014 года. А ответить нужно на вопрос, на какое число пришелся первый четверг ноября 2014 года. Здесь необходимо воспользоваться черновиком и продлить далее нумерацию чисел. Ну, вы же, конечно, знаете, что 32 октября не бывает. Поэтому следом за 31 октября идет 1-е, 2-е ноября. И продолжим нумерацию дальше, вы увидите, что первый четверг ноября приходится на 6-е число. Значит, ответ 6. Присвоим числу 6 букву Н и занесем в нашу таблицу. В этом задании содержатся знания, сколько содержится минут в одном часе. Вы помните? Да, 60 минут. Ну, послушайте. Во сколько начались занятия спортивной секции, если они длились 1 час 30 минут и закончились 17 часов 15 минут? Конечно, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо от времени, когда закончились занятия, отнять время продолжительности занятий. Ну, вы скажете тогда, конечно, очень удобно от 17 часов 1 час отнять, а как же отнять от 15 минут 30? Вот вам знания и пригодились. Представим, 17 часов в виде 16 часов и 60 минут. И у вас еще 15 минут есть. Значит, получается 16 часов 75 минут. Теперь-то легко отнять. И получаем ответ 15 часов 45 минут. Присвоим числу 15 букву Д. Занесем в нашу таблицу. А в этом задании, в котором содержится таблица, в первом вопросе вычисления вообще не нужны. Здесь нужно ваше внимание. И обратите внимание, что здесь два вопроса. В эстафете биатлонистов приняли участие три команды. В таблице показано, сколько дополнительных патронов использовали спортсмены на каждом этапе. Вот, используя эти данные, которые занесены в таблицу, надо ответить на первый вопрос. Сколько дополнительных патронов использовала команда «яблочко»? Но на третьем этапе. По вертикали мы смотрим название команд, находим команду «яблочко». По горизонтали находим третий этап, и вы видите, что четыре дополнительных патрона. Значит, в ответ мы пишем четыре. Второй вопрос. Какая команда использовала наименьшее количество дополнительных патронов? Ну, конечно, здесь по каждой команде нужно знать, сколько патронов было истрачено. Смотрим. По горизонтали. Команда «Робин Гуд» использовала семь патронов. Команда «яблочко» — двенадцать патронов. Команда «метки» — пять. Ну, на то они и метки. Но обратите внимание, в ответе вас спрашивают, какая команда. Не число. Поэтому вы пишите слово «метки». А числу четыре присвоим букву «Л» и получим слово «деление». Вот какие мы будем с вами сегодня продолжать формировать умения. Разделим девятьсот шестьдесят три на три. Используя известное правило деления суммы на число. Разложите число девятьсот шестьдесят три на разрядные слагаемые. Вы же можете устно вычислить этот пример. Молодцы! Все сделали правильно и посчитали. Ответ триста двадцать один. Ну, конечно, эта задача для вас слегка. Давайте усложним задачу и вот такой пример посмотрим. Двадцать одна тысяча триста девяносто разделить на шестьдесят два. Проблема! Числовые выражения такого вида сложно решать в уме. Потому что увеличивается количество операций действий. Да и с алгоритмом деления на двузначное число вы еще не знакомились. Так вот, сегодня и познакомимся. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с приемом письменного деления многозначных чисел на двузначное число. Вы уже умеете делить на однозначное число. И, конечно, знаете, что выполняется письменное деление столбиком. Рассмотрим алгоритм деления на двузначное число на примере деления чисел двадцать одна тысяча триста девяносто на шестьдесят два. Будем действовать по алгоритму. Выделим первое неполное делимое. Двести тринадцать сотен. Так как деление начинаем с сотен, значит, в частном будет три цифры. Обозначим их точками. Сотни, десятки, единицы. Ты знаешь, что для того, чтобы узнать первую цифру частного, надо двадцать один разделить на шесть. Но пробную цифру, когда мы находим, мы ее сразу не пишем в частное. Мы ее потом проверяем. Итак, двадцать один делим на шесть. Посчитали? Будет три. Проверяем. Шестьдесят два умножаем на три. Сто восемьдесят шесть. Сто восемьдесят шесть меньше двухсот тринадцати. Значит, подходит. Занесем цифру три в частное и продолжим письменное вычисление. Шестьдесят два умножить на три. Сто восемьдесят шесть. Найдем остаток от деления вычитания. Он равен двадцати семи. Остаток меньше делителя. Продолжаем деление. Следующее неполное делимое. Двести семьдесят девять десятков. Чтобы найти следующую цифру частного, двадцать семь разделим на шесть. Сколько получилось? Верно. Четыре. Но вы проверьте. Шестьдесят два умножьте на четыре. Итак, получится двести сорок восемь. Подходит? Да, ведь двести сорок восемь меньше двухсот семидесяти девяти. Занесем цифру четыре в частном и продолжим письменное за письменную запись. Шестьдесят два умножим на четыре двести сорок восемь. Находим остаток от деления вычитания. Он равен тридцати одному. Сравниваем. Остаток меньше делителя. Двадцать шестидесяти двух. Меньше. Значит, продолжаем деление. Следующее неполное делимое. Триста десять единиц. Вычисляем. Какой же будет следующая цифра частная? Тридцать один делим на шесть. Получаем пять. Проверяем. Шестьдесят два умножаем на пять. Получаем триста десять. Подходит. Заносим цифру пять в частном. И продолжаем письменную запись. Шестьдесят два умножить на пять. Триста десять. Находим остаток от деления вычитания. Получаем ноль. Сравниваем. Ноль меньше шестидесяти двух. Значит, деление закончено. Ответ. Триста сорок пять. Нелегко. Но вы обратили внимание, что алгоритм деления на однозначное число и на двузначное число похожи. А вот в следующем примере будет интересная такая вот задача. Вот в чем она заключается, вы сейчас сами почувствуете и узнаете. И я надеюсь запомните, что отличаться будут между собой эти два примера. Ну давайте узнаем, что же там необычного. Семьсот шестьдесят пять надо разделить на семнадцать. Продолжаем действовать по алгоритму. Находим первое неполное делимое. Семьдесят шесть. Десятков. Значит, частном будет две цифры. Десятки. Единицы. Ты знаешь, что для того, чтобы найти первую цифру частного, надо семь разделить на один. Делим, получаем семь. Но при проверке видно, что семь-то это много. Потому что один десяток умножить на семь уже семь десятков. И больше десятков в запасе нет. А надо еще четыре десятка. Ведь семь умножить на семь это сорок девять. Значит, нужно брать меньшую цифру. Но, ребята, если мы дальше будем пробовать по порядку и шесть, и пять, то мы убедимся, что они тоже не подойдут. Вывод. Если делитель является числом второго десятка, а именно числом от одиннадцати до девятнадцати, а у нас делитель семнадцать, удобнее будет делить все неполное делимое на делитель и подбором найти цифру частного. Значит, мы должны с вами делить семьдесят шесть на семнадцать и подбирать, какое число получится. Эти подборы удобно писать в стороне от деления, где у меня сейчас находится алгоритм. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем цифру три. Умножим семнадцать на три. Пятьдесят один. Это хорошо, пятьдесят один меньше семидесяти шести. Но, когда вы найдете остаток от деления вычитания, вы увидите, что двадцать пять остаток больше делителя семнадцать. А этого быть не должно. Значит, надо брать большее число. Возьмем следующее число. Четыре. Вот четыре-то нам подойдет. Ведь семнадцать умножить на четыре будет шестьдесят восемь. И остаток от деления при вычитании будет восемь. А восемь меньше семнадцати. Поэтому четыре точно подойдет. Продолжим письменную запись. Следующее неполное делимое – восемьдесят пять единиц. Чтобы восемьдесят пять разделить на семнадцать, мы возьмем большее число, чем четыре. Ведь на четыре мы уже умножали, шестьдесят восемь получали. А здесь нужно восемьдесят пять. При умножении семнадцати на пять вы убедитесь в том, что это верное число. Занесем пять в частное. Продолжим письменную запись. И убедимся в том, что остаток от деления вычитанием равен нулю. А ноль меньше семнадцати. То есть в ответе мы получили сорок пять. Ребята, сегодня на уроке мы с вами научились письменному делению многозначных чисел на двузначное. Ну а также порешали задания всероссийских проверочных работ. Спасибо за внимание. До новых встреч.